всем привет это команда автопанорама и у нас часто спрашивают что купить из новых авто обычно звучит главное требование наличие гарантия сервис и бюджет давайте посмотрим что есть сегодня в наличии из кроссоверов до 30 тысяч долларов или до трех миллионов российских рублей все плюсы и минусы варианты двигателей комплектации ну и конечно цены цены и выгодное предложение какой вариант каждого из автомобиля из нашего топ мы порекомендуем поехали это обзор доступных кроссоверов до 30 тысяч долларов которые можно купить сегодня официально с гарантией сервисом первый кроссовер в нашем топ-5 черри тига 7 pro этот кроссовер один из лидеров продаж в россии в белоруссии на взгляд автопанорама его несколько недооценили обновленная версия про появилась еще три года назад но в 2023 году черри слегка обновили дизайн добавили функции в мультимедиа и наконец-то далее полный привод теперь черри тига 7 pro max это как раз полноприводная версия автомобиль узнаваемых автомобиль технологичных но и самое главное что под капотом на выбор два варианта двигателей 1.5 и 1.6 оба turbo бензин но разные по технологии в одном прямой в другом распределенный впрыск топлива 1.5 двигатель чугунный с алюминиевой головой более старый 1.6 целиком алюминиевый соответственно более новый если хотите экономить на обслуживание берите полтора литра он менее требовательный качеству бензина да и то будет дешевле 1.6 сложнее более мощный но и тяговиты на дороге полный привод агрегатируется только с движком 1.6 коробка на полуторалитровом двигателе вариатор на 1.6 семиступенчатый робот многие и то и другое в ряд робот почему-то недолюбливают но на черри они ведут себя логично и предсказуемо кстати по надежности изучали долгое время претензий особых нет но если вы конечно умеете ездить и на вариаторе и на робот и тот и другой агрегат требует некоторого привыкания оба двигателя производится на заводе актега а он выпускает эти движки миллионными тиражами и многие автомобили здесь список огромный на которые ставятся эти движки 1.5 и 1.6 уже прошли гарантийный срок и работают работают плюсы узнаваемый дизайн хорошей комплектации уже в базе довольно много фишек и плюшек ну и конечно отметим вот этот плюс по поводу надежных да для китайских может это звучит странно но надежные движки минусы которые отмечают владельцы скромный багажник сенсорное управление практически всем но некоторые любят кнопки короткоходную переднюю подвеску который иногда стучит на отбой довольно среднее качество музыки и в принципе головное устройство многие жалуются что она не продуман вообще практически все владельцы отмечают глюки мультимедиа ну это кстати у всех китайских автомобилей отмечают из минусов алгоритм работы климата который требует привыкания спрятаны подогревового стекла не совсем удобная так скажем прошивки но все это устраняется и китайцы достаточно быстро устраняют еще отмечают слабую подвеску шаровые стойки но многие говорят что они не выхаживают там гарантийный срок но с другой стороны ведь есть гарантия вы всегда можете обратиться чтобы исправить проблему где купить в минске есть сегодня два дилера это автоцентр нам кат он продает эти машины уже почти пять лет и новый дилер так скажем с сетью по всей беларуси это атлант м и команда автопанорама вам рекомендует торговаться цена на 7 pro стартует от 82 тысяч двухсот белорусских рублей по акции стройды нам и прочими завлекалками но цена есть вкусно 16 монопривод можно найти по цене 84 тысячи белорусских рублей но полный привод и хорошую комплектацию за 97 тысяч белорусских рублей вот тютелька в тютельку эти самые 30 тысяч долларов цены в россии на tiga 7 pro еще вкуснее недавно наш подписчик по нашей рекомендации купил тига 7 pro тот самый макс на полном приводе за два с половиной миллиона рублей да еще зимние шины в подарок получил и коврики так что торгуйтесь и ищите вкусное предложение на этот красоты какой чири тига 7 pro выбрали бы мы ну если для города если вы едете в основном по так скажем городским улицам то уберите среднюю комплектацию с полутора литровым движком если вы выезжаете часто за город то все-таки берите 1.6 и полный привод полный привод это безопасность еще один кроссовер в нашем топ-5 автомобилей в наличии за 30 тысяч зеленых донг фэнк эулус хьюдж дам название сложное непростое но машина очень интересная продается на нашем рынке с октября 2023 года по дизайну по технологиям он отличает от своих конкурентов это сам упакованный кроссовер из нашего топ-5 по умным системам здесь есть такие системы как перед вращение столкновений слежение за полосой список на самом деле огромный но есть даже автономная парковка без водителя да да вот такое на нашем тест-драйве мы устроили настоящее шоу и очень волновались за стоящие рядом парши и мерси но системы работают он припарковался по агрегатуре китайский производитель сотрудничает с компанией honda китай завод по производству двигателей поэтому на хьюдж ставится полуторалитровый двигатель донг фэнк honda последнего поколения матч и гитраговский робот 6 дк т гарантия на автомобиль 3 года или 100 тысяч километров полного привода нет зато добавили теплые опции в первых партиях кроссоверов они были только в топовых комплектациях теперь теплые опции есть во всех комплектациях цена в начале продаж на наш взгляд была слегка завышена стандарте что-то около 117 тысяч рублей сейчас ровно вписывается в 30 тысяч долларов ждем в комментариях отзывы из разных мест продаж этого кроссовера какая цена на хьюдж у вас и кстати пошел ли он в россии или продается только в беларуси и кстати многие едут в беларусь чтобы найти интересное предложение среди таких донг фэнк хьюдж какой хьюдж выбрать команда автопанорама рекомендует присмотреться к гибриду это уже продвинутый агрегат очень экономичный и с данным агрегатом предлагается отличная комплектация со всеми умными системами добавьте чуть-чуть к 30 тысячам и получите классный кроссовер V-Bestune T77 еще один китайский кроссовер в нашем топе до 30 тысяч долларов производитель сотрудничает с концерном FLAG поэтому много тем и идей очень созвучны с кроссоверами этого немецкого производителя T77 кстати отметим самый востребованный кроссовер в модельном ряду V-Bestune на нашем рынке продается с мая 2023 года турбированный движок полтора литра 160 лошадей робот 7DKT монопривод в любой комплектации есть климат-контроль мультирульку из контроля много других плюшек плюсы соотношение цена комплектация этот китайский кроссовер предлагает больше плюшек за меньшую цену отметим размер кроссовера для таких размеров довольно большое пространство в салоне колесная база 2700 миллиметров все владельцы отмечают вот это самое большое пространство для ног пассажиров второго ряда из минусов отсутствие полного привода и есть претензии владельцев вибрациям двигателя на холостом ходу также жалуются на юзабилити кнопок управления и лаги сенсорного экрана цена беларуси стартует от 77 490 белорусских рублей но в максимальной комплектации сегодня 82 тысяч 490 то есть примерно 23 тысяч до 26 долларов цена в россии от 2 миллионов 174 тысячи рублей до 3 миллионов 17 тысяч за максимальную комплектацию какой t77 брать рекомендуем обратить внимание на базовую комплектацию есть все что нужно но так как комплектации не отличаются движками коробками и полным приводом точнее моно приводом то вполне хватит базовой комплектации еще один кроссовер в нашем топе за 30 тысяч зеленых джетур дэшинг в начале продаж он также был несколько переоценен но конкуренция китайских производителей и хорошая цена восторжествовала теперь за хорошую комплектацию вы можете выложить тех же 30 тысяч долларов по сути джетур дэшинг это тот же самый 7 pro макс ну или 7 pro потому что в дэшинге нет полного привода ни в одной из комплектаций зато есть те же самые двигатели 1.5 и 1.6 тот же самый робот но джетур отличается от тига 7 pro дизайн фишки в ручках выдвижных в салоне который минималистичен с одной стороны с другой стороны так скажем максимально технологичен автомобиль интересны мы подробно рассказали о нем на тест-драйве автопанорамы а также на техобзоре именно этот техобзор будет всего сегодня обсуждают на нашем канале youtube найдите в описании этого видео какой джетур убрать опять таки мы рекомендуем двигатель 1.6 хотя полного привода нет и это главный минус на наш взгляд джетур так что ждем обновленный джетур дэшинг в ближайшее время с отсутствием вот этих самых ручек потому что многие девушки впервые протестировал этот автомобиль зажимали пальцы как раз в этих ручках и сразу кричали нет 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 только не мои ногти и ждем полный привод exit lx еще один кроссовер в нашем топ-5 это самый упакованный необычный вариант кроссовере много фишек такие как двойное остекление адаптивный круиз-контроль с радаром и кстати 7 лет гарантии либо 200 тысяч километров также у нас белоруссии дают подменное авто на время то есть два варианта lx монопривод и полный привод клиренс 20 сантиметров на выбор все тех же два варианта двигателя 1.5 turbo 147 лошадей либо 1.6 turbo 150 лошадей коробка передач робот ну узнаете да перед нами тот же самый ну не тигр а черри тига 7 pro либо джетур дешинг но в другой шкуре здесь платформа и движки те же а вот подход к содержанию сборки автомобиля несколько иной у exit свои дизайнеры и свои инженеры причем европейские инженеры поэтому настройка шасси и поведение на дороге у этого кроссовера совсем другое по сравнению со своими собратьями конкурентами из плюсов отметим упакованность технологии и умные системы которые сертифицированы в нашей стране еще отметим качество материалов и особый подход клиентам это сегодня особенно при продаже китайских автомобилей очень важно из минусов отметим как раз странное соотношение цены и качества сборки потому что многие владельцы а иксид очень хорошо пошел и лыкси более старшие забратья в той же россии все-таки есть претензии к качеству сборки мы сами тестировали этот автомобиль и остались удивлены с одной стороны понты с другой стороны есть недоработки цена сегодня от 84 тысяч 250 рублей за двигатель 1 и 5 монопривод и комплектацию лакшери цены в россии на lx от 2 миллионов 490 рублей за двигатель 1 и 5 монопривод и за полноприводный lx с роботом 3 миллиона 70 тысяч рублей какой exit lx порекомендует авто панорама берите все-таки 16 и полный привод не ошибетесь он едет по-другому он ярче он интереснее задор не движок более современные продвинутые чем полтора литра до экономия бензина факт ну и еще вариатор или робот мы выбираем робот и полный привод с нашими зимами и дорогами который обязателен что еще есть за цену до 30 тысяч долларов или 3 миллионов российских рублей в наличии есть джак gs6 кроссовер капотом которого все тот же полтора литровый движок ну да любит китайцы полтора литра turbo и робот необычный дизайн интересные опции кроссовер есть наличие еще есть кроссоверы хавейл f7 и f7x тот самое всем но в виде кросс купе этот кроссовер собирается на заводе в туле адаптирован к нашим дорогам и зима по сути оба кроссовера по платформе по движкам фактически одно и то же кстати отметим именно вариант кросс купе как необычное и интересное предложение на нашем рынке но в самое ближайшее время мы ждем новое поколение пока можно взять по хорошей цене рестайлинг ну текущие цены вы можете найти в интернете такая же история еще с одним кроссовером джиля каванга и это кстати 7 местный кроссовер до 30 тысяч долларов но уже появилась рестайлинговая версия гораздо интереснее ну а брать старую смысла нет хотя она есть еще в салонах дилеров цена на обновленная каванга стартует от 102 тысяч белорусских рублей что-то около 32 33 тысяч долларов в принципе это самый доступный сегодня 7 местный вариант с оговорочкой ниже расскажем еще более доступным всеми местным есть еще китайские кроссоверы ханчи но они дороже почти в два раза чем заявлено в нашем обзоре цена цена стартует от 148 тысяч белорусских рублей или почти 45 тысяч долларов да мы совсем забыли ведь есть еще лидер лидер рынка жили атлас про это самый продаваемый кроссовер в прошлом году в беларуси с льготным кредитом можно и нужно брать но вот в китае в соседних странах уже продают новое поколение а это совсем другое авто по дизайну и по содержанию но джили берут ценой и кредитами когда ждать новое поколение у нас беларуси сказать трудно но мы рекомендуем подождать еще из эксклюзива мы протестировали недавно новый кроссовер vgv который дешевле 30 тысяч долларов и там кстати есть версии 5 и 7 местный тот же turbo двигатель полтора литра ну тот же но другой они все разные у каждого производителя свой подход к созданию полтора литрового двигателя и классический автомат вот это большой плюс и никаких вам пробок об этом совсем скоро на нашем канале на тест-драйве все ссылки на тест-драйве кроссоверах которые мы рассказывали в обзоре найдите в описании этого видео ждем отзывы реальных владельцев этих кроссоверов какие плюсы и минусы на ваш взгляд и какой реальный расход топлива вот вот про реальный расход топлива знаете только вы поэтому не скупитесь на слова и комментарий под этим видео в наш топ вошли только китайские кроссоверы спросите почему логичный ответ за цену в 30 тысяч долларов сегодня ничего кроме китая официально не купить ну либо вести виток из америки либо кроссовер со скрученным пробегом из европы и в тридцатку можно вписаться на пятилетку от именитых марок но вот состояние та самая битость или скрученность пробега по сути этого лотерея пишите в комментариях какой кроссовер мы забыли включить в наш топ-5 кроссоверов наличие до 30 тысяч долларов в ближайшее время на нашем канале youtube автопанорама смотрите топ-5 седанов наличие с ценами комплектациями в топ-5 самых дешевых предложений на рынке сегодня да ведь есть варианты кроссоверов дешевле 30 тысяч также найдите на нашем канале обзор топ-5 кроссоверов в наличии на подъемнике там мы расскажем про содержание китайских кроссоверов про цинковку про родной текор и про все слабые места кроссоверов в наличии да и не забудьте подписаться на наш канал youtube автопанорама совсем скоро у нас 100 тысяч подписчиков и мы будем рады если вы присоединитесь к нашей большой команде найдите по тегам команда автопанорама автопанорама или ap by нас во всех соцсетях и мессенджерах будьте с нами всем удачи на дороге